Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Значит, эти коробочки у меня еще сохранились с прошлого года. Естественно, такие коробочки могут служить вам несколько лет. Это коробочки для горячих бутербродов по большому счету, либо для простых бутербродов из обычного, как он называется, американский хлеб. Ой, не могу открыть. Но, в общем, вы поняли. Смысл такой, что, в принципе, я тут отдаю бутербродики какие-то. И это бывает достаточно редко, признаюсь. Хотя в этом году, скорее всего, придется переходить больше на сэндвичи и бутерброды. Вот две такие коробочки. И таких у меня четыре, но сейчас у меня свободных только две. Поэтому показываю две маленькие коробочки, в которые можно вложить маленькие снаки. В общем, разные палочки, хрустяшки, чипсики. И, в общем, всякую мелочь, чтобы было удобно ребеночку кушать. Также сюда можно наливать сумочки. Также сюда можно наливать... Это додошкины, да, все? Сюда можно наливать также разнообразные соусы. Либо кетчуп или муштарду, чтобы ребенок, например, мог что-то туда обмакивать. Если, допустим, что-то у него есть такое, что может подойти к этой пище. Короче, такие коробочки очень-очень даже удобные для ребеночка. Следующее, что бы я хотела вам показать, это пакетики. Пакетики есть разные, разных абсолютно фирм. И, в общем, на любой вкус и цвет. И продаются они в любом абсолютно супермаркете. Даже включая Икею. Даже в Икее есть цветные пакетики. Значит, почему показывают две упаковки? Потому что они разного размера. Хочу вам показать самые ходовые для ланчбокса. Итак, здесь у нас снак. Они называются снакбэкс. Они очень маленькие. Они вот такие вот широкенькие. Вот чтобы по отношению к моей ладошке вы могли понимать, что вот моя ладонь. И, в принципе, он как моя ладонь. Он для мелочей. То есть, опять-таки, вот баночка, которая маленькая, я сказала, что может быть для соусов и разных маленьких снаков. Также может быть и этот пакетик. Он зиплок. Он не застегивается так, чтобы с него ничего не вылезло. Можно сюда ложить, опять-таки, печенюшечки, крекеры какие-нибудь. Какие-то мелкие такие вот перекусочки. Даже фрукты какие-то нарезанные можно сюда положить. Ну, например, яблочко. Там половинка нарезанная. Там бананчик. Опять-таки, все зависит от ребенка. Опять-таки, сколько он кушает, что он кушает. Ну, об этом чуть позже. Сейчас мы говорим о пакетиках. И второй вид пакетиков. В принципе, это для бутербродов. Ну, и для любых других вещей. То есть, видите, этот пакетик уже чуть-чуть побольше. Как две мои руки. Даже чуть больше, чем две мои. Прочти, как три мои ладони. Вот. Он для бутерброда подходит. Например, если у вас нету коробочки для бутерброда, то для бутерброда может подойти этот пакет. Или, опять-таки, для любых других нарезанных фруктов или перекусок, закусок. Чем плохо держать в этом пакете бутерброд? Тем, что это может раздавиться, если сумочка у вас, ланчбокс, недостаточно с твердым покрытием. И она не сможет держать форму, а просто мягкая такая, такого плана, как у нас, то у вас бутерброд может превратиться в смятку. Вот. И тогда будет неприятно ребенку есть. Даже если вы это в фольгу завернете, это будет не очень выглядеть эстетично и может развалиться до того, как ребенок начнет еще свой ланч, свою трапезу. Салфеточки. Но смысл в том, что не обязательно эти салфетки. Есть влажные и любые другие, которые обязательно должны быть у ребеночка в ланчбокс, для того, чтобы он всегда мог вытереть ротик, ручки и так дальше. Чтобы было ему удобно. И это просто эстетично. Просто эстетично. Может быть, он и не воспользуется ими. У меня ребенок, вот я ему в начале года вот так вот складываю кучку, тут, например, 3-4 штучки, вот так вот складываю, уложу, там, допустим, в какой-то карманчик в ланчбоксе. И он в таком же состоянии спустя год мне их приносит. То есть он не пользуется. Но зато он знает о том, что они у него есть. Дальше. Очень важно. Пластиковые вилочки и ложечки. Пластик должен быть достаточно плотный, чтобы ребенку было удобно кушать, если это йогурт, или, может быть, в некоторых случаях, даже я знаю, дают супы. И вилочки, чтобы оно не ломалось. Желательно одноразовые не давать. Они, даже если хорошего качества, могут быть просто реально опасными для детей. Они могут там пораниться, вы же знаете. Они во время там еды играются, и разговаривают, и махают этими вилками, размахивают. В общем, одним словом, хорошие пластиковые ложечки и вилочки абсолютно необходимый элемент ланчбокса. Ну и два последних, не менее важных элемента. Это термос, маленький термос. Хорошая фирма у нас. Это фирма термос. Это очень хорошая фирма. Он держит, по-моему, до 9 часов теплым либо холодным продукт. Он железный, он не бьющийся. Он очень хороший. Просто не пожалейте потратить деньги на хороший термос. Но он вам прослужит многие-многие долгие годы. В данном случае нам он будет служить уже третий год. Да, он немножечко, конечно, обтерся, но он абсолютно хороший внутри. Поэтому мы, в общем-то, продолжаем пользоваться им. Видите, здесь есть крышечка, которая плотно закрывается. Здесь даже ложечка у нас есть, которая вложена. Но мы ее не прикрепляем, потому что я иду, что очень тяжело ее вытаскивать. Поэтому мне нет смысла. И также старайтесь не закручивать очень сильно. Если у вас что-то горячее внутри, не закручивайте сильно термос. Потому что если вы сильно закрутите, он же еще воздух притягивает эту крышку. Рядонку потом будет невозможно практически без помощи открыть термос. Поэтому закручивайте, но не без лишних сил, чтобы ребенку было это легко открутить. И бутылочка для воды. Они есть абсолютно разные. Бутылочку мы практически каждый год меняем. Эта бутылочка в данном случае шла в наборе с нашим кузачком. Поэтому вот такой набор. Это то, чем я буду пользоваться в этом году для ланчбокса и Доши. Вроде бы я ничего не упустила. Вы знаете, очень тяжело быть последовательной в своем рассказе о питании в школу. Потому что у каждой мамы свой подход. У каждого ребенка абсолютно свои предпочтения в еде. Не дай бог есть какие-то аллергии. Но я вам хочу сказать про свой принцип. Можно сказать их два. Первый – это чтобы, по крайней мере, в рационе ребенка во время школы не было, ну, как минимум, ничего вредного. Я не говорю полезного, обратите внимание. Чтобы там не было вредного, но было полезного. Чтобы там просто не было вредного. А там уже что будет, то будет. И второй принцип – это тот, что не пытайтесь ребенку, да, он находится основные часы дня, активные, вот эти 6 часов, ну, грубо говоря, с 9 до 3, у кого-то это может колеблется с 8 до 2 или по-разному. Но вот этот основной кусок дня, когда считается, что ребенок должен получить все необходимое, не пытайтесь им это засунуть. Максимум, он придет домой, он съест там тарелку этого супа и там, я не знаю, картошку с мясом или там, что вы ему хотите дать. Поэтому подход такой. Даем то, что удобно нам приготовить, то, что ребенок любит есть, для того, чтобы он не приносил вам весь ланчбокс домой полным назад, чтобы он, в принципе, все съедал. И не перекармливайте. И знаете, вот что я еще заметила? Ребенок, в принципе, конечно, это индивидуально. Есть дети, которые любят покушать, есть дети, которые, в принципе, не кушают полдня, и они даже забыли о том, что нужно поесть что-то. В принципе, в школе дети, они общаются с друзьями, и они во время ланча, это их время общения, когда они сидят, они кушают, они разговаривают. И у них нету много, по крайней мере, у нас 20 минут покушать, на покушать, это, знаете, для ребенка не так много времени, если он хочет еще поговорить и так дальше. Поэтому давать слишком много нет смысла. Давайте столько, чтобы он съедал это. Пусть он лучше не доест чего-нибудь. И потом дома лучше покушает обед, который вы ему приготовите. Но не важно, дома можно дополнить рацион ребенка. Пусть это будет легко для вас, легко для него. И, как сказать, чтобы он любил открывать свой ланчбокс. Очень важно, чтобы ребенок любил открывать ланчбокс. И вот в основном он знает, что я ему даю, и ему утром говорю, я тебе положила вот это, вот это и вот это. Значит, там, на снах вот так вот, на ланч вот так вот. И он как бы знает, что его ждет. Есть дети, которым, в принципе, параллельно. Вот, они приходят, открывают, что мама там им приготовила, то они съедят. Но хочется все равно, чтобы все-таки у ребенка было желание открывать ланчбокс. И вот, знаете, вот, а, сейчас будет вкусненько, сейчас будет вот это и вот это. Чтобы он ждал вот этого ланчтайм. И чтобы открытие ланчбокса для него, это было, ну, не праздником, но приятным событием его жизни. И еще такой вот вариант. Есть люди, мамы, которых я знаю, которые укладывают ланчбокс, начиная с вечера. То есть, в принципе, с вечера у них уже все приготовлено, что у них там будет. Есть родители, которые это делают по утрам. Это тоже индивидуально. И зависит от личных приоритетов родительских и ребенка, смотря, что едят. Потому что есть вещи, которые можно уложить с вечера, есть вещи, которые ты должен делать утром. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, ребята, я думаю, что вы подзарядились свежими идеями на учебный год для ваших детей. А ваши дети, а ваши дети являются лучшими подсказчиками, спросите у них, что бы они хотели, чтобы было в их ланчбоксе. И обязательно постарайтесь это исполнить. Вот. Ну что, хорошего вам учебного года, вкусного и полезного. Здорового, наверное, лучше. Вкусного и здорового учебного года. Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok